Дина Дашевец работает в Одинцовской областной больнице уже два года. Окончила Ивановскую государственную медицинскую академию и затем интернатуру по терапии. Но поняла, что не хочет останавливаться на достигнутом. Поэтому в 2018 году прошла первичную переподготовку по ультразвуковой диагностике. В Одинцовской областной больнице я занимаюсь именно эхкардиографией и ультразвуковым исследованием сосудов. Соответственно, здесь пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ей нравится то, чем она занимается, говорит врач. Именно диагносты выявляют на ранних этапах проблемы со здоровьем. У нас каждый день учеба. Каждый день что-то новое. Что-то новое каждый день читаю. Прохожу курсы. Каждый год. Последней была учеба в Монике по ультразвуковой диагностике. Учеба также проходила осенью по ультразвуковому исследованию сосудов. В 2019 году проходила учеба именно по эхкардиографии. О социальной ипотеке для врачей узнала в отделе кадров. Список документов не маленький, но оно того стоило. Месяц ожидания и заявка на ипотеку одобрена. Теперь Дина Дашевец – счастливая обладательница сертификата на социальную ипотеку. Пока только я получила сертификат. Сейчас находимся на этапе выбора квартиры. Скорее всего, это будет вторичный рынок жилья. Пока подбираем. Условия социальной ипотеки для врачей достаточно комфортные. Половина суммы от стоимости квартиры оплачивается сертификатом, который выдает правительство Московской области. А самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Главное условие после получения – работа 10 лет в одной организации. Государственная программа Подмосковья стартовала в 2016 году и будет действовать до 2027. Получить социальную ипотеку могут учителя, врачи, молодые ученые и фельдшеры скорой помощи. Райся Киян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.